Поехали. Можно тут одному играть? Интересно. Можно, там специальные правила для игры одному. Трикольно. Я уж как-нибудь с ними разберусь и поиграю на камеру. Нет, там абсолютно другая игра. Ну что, всем привет! Привет! Сегодня мы с Настей вдвоём, вдвоём с Настей играем в Наследие Завещания Герцога Де Крыси. Очень семейная, в прямом смысле слова, игра, да? Вот, правила Настя уже немножко подзабыла. Придётся мне напомнить. Хотя я снимал обзор, в общем, зрители могут посмотреть обзор, а могут ещё и летсплей посмотреть. Напоминание правила. В общем, всё для вас. Короче, смотри. Нам нужно выбрать, ну вообще случайно раздаются вот это стартовые наши глава семейства, от которого пойдёт наш род. Они раздаются случайно, и ты можешь выбрать пол. Ну я разрешаю тебе, выбери кого хочешь. Они определяют стартовые условия. Стартовое количество друзей у тебя на руке, доход, вот этот мешочек обозначает, нация. Ну тут французы все. Все, в принципе, в одинаковых условиях по нации. Стартовое количество монет стартовое и фишку дополнительную. У тебя есть свои фишки, которые ты можешь использовать как хочешь, в любом количестве. И вот эти фишки дополнительные на своём планшете тоже куда хочешь можешь выставить, а на общее поле только в поле цвета фишки. Вот. А свои можешь куда хочешь на общее выставлять. Вот. Выбирай. Обрати внимание, что с каждым цветом связано определённое действие. Синий – это деторождение, да? Угу. Вот. Жёлтый – это титул и общественные вклады. Красный – это миссия, какое-то скрытое задание. И оранжевый – это доход. Ну вот. Нет, ты одного выбираешь, видишь, какая. А, одного? Конечно, ты уже совсем всё забыла. Да, совсем всё забыла. Одного он потом женится или замуж выходит. Я, короче, не глядя, выберу вот этого очкарика. Вот. У меня, кстати, тоже и планшет синий, и он синий. Не голубой. Синий. Хоть это и Еврогейм, как там шутили в комментариях под обзором. Вот. Смотри. Мы, получаешь, ты, значит, выбрала, да? Всё. Шесть. А, смотри. Ещё мы выбираем себе тайного покровителя. Это наша, скажем так, скрытая цель. Какие-то определённые условия, за которые мы получим ещё очки в конце игры. Вот. Я зрителям покажу, кто у меня покровитель. Что он даётся? Он мог ещё разобраться. А, всё, я понял. Ясно. Всё. Эти нам не нужны. Они уходят обратно в коробку. Я вот здесь пока положу. Так. Значит, смотри. На старте мы отмечаем вот этими своими доходами. У тебя один мешочек. Мешочек один. И вот сюда один. Это престиж у всех по нулям. Начальный престиж. Он может падать. Дальше. У тебя жёлтая фишка дополнительная. У меня синяя. Голубая. Количество друзей шесть у тебя. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. У меня пять. Раз, два, три, четыре, пять. Но доход у меня два. Доход у меня на двойки. А что тут плюс восемь монет? Восемь монет на старте у тебя. Так, раз. Тын-тын-тын. И у меня пять. У меня пять монет. Монеты нужны, да, ты знаешь, для чего там. Ну, покупать себе пару. Оплачивать свадебное торжество. Ладно, ладно. В основном. Еще можно поместья купить. Акушера тоже за деньги нанимаешь. Так, ну что ж. Давай тогда быстренько по действиям пробежимся, да. Ты, напоминаю, то есть мы сейчас по очереди играем по одной фишке. Из наших доступных фишек, пока у нас все эти фишки не закончатся. Когда они у нас закончатся, у нас следующий раунд наступит. И в этом промежутке между сменой раундов мы получим доход и доход. При смене поколений мы еще престиж получаем. Престиж это победные очки. В общем-то это наша цель, набрать как можно больше очков престижа. При смене поколений мы получим очки престижа за каждого ребенка рожденного. И получим престиж по количеству на нашем планшете. Вот это значение, оно будет меняться. И при смене поколений мы получаем за это престиж. А доход получаем каждый раунд. Все. В принципе, в первом поколении у нас всего два раунда. То есть сделать мы тут особо ничего не сможем. И по действиям, да, играем вот эти фишки. Как я уже говорил, свои фишки можно играть куда угодно. Фишки нашего цвета, цвета игрока. А вот эти особые фишки мы можем тоже на своем планшете отправлять куда угодно. А на общее поле только в цвет этой фишки. Ну и если цвет ты ставишь, то я помню, что он сразу сгорает. То есть оно убирается потом. Не возвращается к тебе. Ну они тебе не возвращаются. Да, они одноразовые. А если ты сюда поставишь, то она возвращается к тебе. Кого? Нет. Нет? Нет, они все, они одноразовые. Они одноразовые. Даже если ты их на свой планшет, ты их все убираешь. У тебя возвращаются только твои личные. Понятно. Значит, вступить в брак, спланировать брак. Ты играешь карту с руки. Мужчину или женщину. Ну, женишь или выдаешь замуж на этом самом. На своем родственнике каком-то. Дальше. Завести ребенка. То есть у пары сразу рождается, когда они в брак вступили, у них сразу открывается верхняя карточка отсюда. И становится следующее поколение. Ну если еще одного, то... А если ты хочешь еще завести ребенка, то ты ставишь вот сюда фишку, фишку завести ребенка на своем планшете. И там уже два варианта. Либо ты за просто так открываешь случайную, либо ты теряешь одну очку репутации и загадываешь пол ребенка. И пока он тебе не выйдет, ты тянешь карты. Ну или осложнения. Осложнения могут случиться, тогда ребенок вообще не родится. Или родится, но умрет мать. Ну понятно. Там тоже опять такой выбор, короче. Постоянно перед выбором тебя игра ставит. Можно занять денег у друзей. Здесь три варианта. За бесплатно можно взять, ну потратив фишку только две монеты, за репутацию три монеты, и за репутацию карту друга четыре монеты. Выйти в свет, да? Это брать друзей. За бесплатно одного, минус одна монета двух, и минус две монеты трех. Причем, когда остается один друг, то есть он не остается. Когда тебе, допустим, надо вот сейчас, да, остались два. Ты берешь одного, и последнего ты сразу как бы, да, бонусом себе забираешь. Все, это что касается личного планшета. Здесь получить титул, это вот здесь определенные штуки, да, лежат. Вот эти, Olderman, Banneret, Graph. Платишь вот эту стоимость, да, в деньгах, и карту надо сбрасывать. Берешь себе этот титул, назначаешь его на своем родственнике, либо неженатом, либо на паре, и они дают тебе вот эти плюшки. То есть здесь растет твой престиж, да, репутация твоя растет, и деньги получаешь в основном. И аналогично сделать общественный вклад тоже. Ставишь сюда фишку, платишь стоимость, забираешь себе, присваиваешь к паре или к неженатому, платишь, да, и получаешь вот этот вот бонус, скажем, да. Понятно с этим. Нанять акушера, это ты должна сбросить карточку и заплатить две монеты, и берешь отсюда, по-моему, две карты сразу берешь. Две карты, да, то есть двух детей можно сразу родить. Точно? Не помню. Насчет вот этого я не помню, мне кажется, одну карту ты берешь. Не-не-не, нанять акушера. Отсюда, сюда можно просто как бы взять ребенка. Не, подожди. Нанять акушера, да, это сразу двойню родить. Ну, если у тебя есть возможность, некоторые вообще не могут рожать. Да, предел у этих самых три. Сейчас тоже уже немножко подзабыл правила, в обзоре ты это все рассказывал, они играли мы уже, наверное, с месяц, а то и больше. Да. Нанять акушера, смотри, открываешь две карты из колоды детей. То есть это сразу двух родить, все, я был прав. Купить поместье, да, то же самое здесь написано. Сбросить друга, заплатить три монеты, берешь себе вот эту поместье, карту, и она тебе две репутации дает, твой престиж повышает. Предприятие, то же самое, два друга, репутацию и доход свой повысить. И взять миссию, берешь отсюда карту, там какие-то будут условия, ну, типа покровителей, да, которые тебе приносят победные очки. Все, давай начинать. Первый игрок я, поэтому ты пока смотри, кого ты будешь женить на своей вот этой блондинке австрийской. Хотя нет, француженка, конечно, похожа. Да, у всех французов. Так, на ком бы мне поджениться. Поджениться, как звучит, да? Так, что-то надо еще думать с этим своим. А, ну понятно. Ну, неплохо, о, неплохо. Вот это вот. Я вступаю в брак с мой, назовем его Фердинандом, тебе не французское имя, Франсуа, мой Франсуа. Берет замуж Сару, Сару, революционерку американскую, между прочим. Сара революционерка, она приносит мне трех друзей, три карты, вот здесь нарисовано у нее, три карты. Одну монету, вместе с ней я получаю в качестве приданного. Такая не очень богатая, но тем не менее. Я бы потерял одну репутацию, если в семье есть еще англичане. У меня пока что в семье англичан нет. Поэтому все, я получил весь бонус за нее. И теперь у них рождается ребенок. Оп, и мальчик у них родился. Такой замечательный мальчик. Мальчик. Мальчишка. Мальчуган. А чтобы взять друга, что еще раз? Тебе надо отправить фишку. Выйти в свет. И за бесплатно одного, за одну монету двух и так далее. Так о мне надо уже думать. Можно еще планировать браки со своими... Ну, следующее поколение, они потом вырастут и сразу же подженятся. Подженятся. А денежки здесь, по сути, для чего нужны? Ну, ты оплачиваешь свадебные расходы. Вот, например, вот с Мануэлем, да? Мануэль оплачивает... Ну, вернее, ты должна оплатить свадебные расходы. Пять монет. Друзей взять. Деньги. Больше, чем один, да? Если тебе нужен друг, то деньги стоят. Титулы, опять же, покупать за деньги. Я просто что-то подзабыла. В самом начале игры желательно бы тебе, конечно, повысить свою репутацию. Потому что у тебя будет еще много раундов впереди. И чем раньше ты повысишь свою репутацию, тем больше она тебе к концу игры принесет очков. Так что я бы задумывался на твоем месте. Зачем я тебе это подсказал, даже не знаю. Нет, я и без тебя это уже примерно поняла. Графа надо брать. Если есть такая возможность, конечно. У меня есть. Так бери. Что тут думать? Желтую фишку трать, у тебя это и свойство твое особое. Ладно, давай. Вот, берешь графа, 4 монеты отдала, у тебя графиня. Графиня такая завидная невеста. Да, блондинка. Да. Так вот. И ты сразу повышаешь на 2 репутацию. Раз, два. И один доход. Раз, вот так вот. Опа. Все походило. Ну, я теперь тоже... А, тебе еще карту друга надо. Две карты друзей надо сбросить. Выбирай, какие сбросишь. Что-то у графски просто так не дается. Некоторые из твоих друзей отвернулись от тебя после этого. Представляешь? Ой, боже, что мы батюшки. Завистники, да. Угу. Так. А я думаю, что баннеретом, баннеретом надо становиться. Нашим революционерам. Баннеретами. Да. Баннерет, это типа Баронов, наверное, да? Что-то. Какой-то читал. Честно, даже не знаю. И Ольдер, наверное, тоже я особо... Ну, Ольдер. А, так я не могу. Ты же уже заняла это-то, да, все. Ты можешь только... В следующем раунде только могу. Но мне главное в этом поколении это сделать. А мы будем тогда рожать, наверное. Я вот это помню. Это было самое веселое. А мы будем снова рожать. Да. Эти фишки, они, если у тебя остаются, то до конца поколения тебе их надо потратить. Если ты их в поколении не потратишь, тогда они сгорают. Вот. А так пока что... Мы, наверное, заведем ребенка так... Своим обычным действием. Хотя нет, нет, нет. Я вот так вот синюю фишку трачу и завожу ребенка вот так. Оп. Девочка. Молодецчики. Там передохни хоть, Сара. Ой. Да. Так, ладно. Ты, кстати, сразу бы подвинула планшет, потому что здесь целое будет расти такое древо, не маленькое. Ой. Куда? Можно их тут распорцать. Тут как-то пусто. Ходи. Так, я пойду в свет. Вышла в свет, да? Друзья, они пока не обновляются, пока их всех отсюда не заберут. Угу. Окей. Окей, окей, окей. Так, надо что-то думать, чтобы повышать свои параметры. А, можно в свет же выйти. Сделать общественный вклад, ты можешь? Да. А в свет это другое. Сделать общественный вклад, да. Визит к мэру, может, к мэру, может, навестить моего старого друга, старого приятеля. Ну, твой старый приятель. А не лучше ли взять пир? Четыре очка и... Это повысит мне прям сейчас, понимаешь, в чём прикол. Да, понимаю. У тебя с другой стороны. У меня же нет другой пары в этом поколении. Пока нет. А, стоп, так я же акушера нанимал. Я должен был двух сразу родить. За друга и этого. Чё я туплю? Не знаю. А друга ты скинул? Нет. И я не заплатил две монеты за акушера. Забыл. Да-да-да, сейчас, 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 сейчас. Нанять акушера, смотри. Да, стоимость два золотых и карта друга. То есть, я должен был потратить ещё карту друга и два золотых. Вот, сдаю пять, беру три. Карту друга, сейчас подумаем, кого сбросить. Вот, Гертруду, наверное, сбросил. Гертруду, вот эту немку я сбрасываю, владельцу библиотеки. Две монеты заплатил и ещё одну карту тяну. Оп! И ещё один мальчик. Поздравляю, у вас чудесная девочка. Два мальчика. Мальчик и ещё один мальчик. Всё, на следующее поколение я с детьми решил вопрос. Теперь их надо уже планировать, их браки. Ходи. А, стоп, нет. Я же хожу. Это ж я действия акушера делал. Теперь мне ещё ходить. Я же думал, что делать. Ребёнок уже не вариант, да? Так. Так убери кошку со стороны. Да ладно, пусть она понюхает. Ну, она только понюхать хочет. Ну, что ты прям, я не знаю. Кусечка, ну, нету. Можешь нюхать. Блин, сложно. Пойду денег у друзей займу. Две монеты. Ходи. Так, у меня моя графиня безымянная. Фишку сначала поставь. Вступить в брак. А, мне ничего не остается. Ладно. Две монеты заплатила. Да. Повышаешь доход на один. Да. И получаешь красную фишку. Бежи. Всё. Ребёнок же сразу. Да, ребёнок, ребёнок. Давай сама. Такой ответственный момент, ответственный момент. Оп, мальчик. Представляем, у вас мальчик. У тебя здесь будет много ещё карт выложено, поэтому давай ты куда-то вот сюда вот переедешь и поплотнее. Понятно, что это у тебя графиня. Графскую карту можно вообще вот сюда положить. У тебя здесь будет ещё раз. Ну, ничего страшного, я дальше распределю. Второе, третье и между... Ну, короче. Да, вот так желательно как-то. Всё. Этот раунд у нас закончился. А у меня ещё одна фишка осталась. А, ты можешь её сыграть сейчас. Ну, можешь в следующем раунде. Мне дети нужны. Ну, давай. Ну, ещё поколение будет возможность родить. А, ещё идёт. Это ещё не смена поколений. Тогда да, лучше не надо, пока покажет. Всё, у нас следующий раунд. Мы получаем доход сейчас, смотри. Возвращаем вот эти свои фишки себе. Эти фишки возвращаются сюда. Мы получаем доход в соответствии с вот этим. Получаю два. Я три. Ты получаешь три. Можно мне достать? Я не дотягиваю. Угу. И ты первый клуб. А, он передаётся, да? Да. Здесь передаётся. Вот ты расплодился, а. Ну, акушеры в наше время решают всё. Я так и поняла. Так. Ну, нам тоже пойдём рожать? Пойдём рожать. Ну, чё? Ну, что ж делать-то? Придётся рожать. Так, скинем мы, наверное... Кого мы скинем? Скинем мы такую прекрасную женщину, например. Да. Вот у нас Анжелика была такая. О, боже. Красавица. Хозяйка лапки. Женщина. Но он зато может иметь до четырёх детей, несмотря на свою... Ну, мне просто... Внешность. Чрево у неё плодовитое. Ну, она покинула круг твоих друзей. Разругались вы с ней? Не разругались. Она пошла своей дорогой. Два монеты. А, подожди. А, ты акушера? А, то есть она... Вот эта плодовитая женщина, она не поняла твоего... Как бы вот этого вот... Акушер. Какой акушер? Она-то да, может, та сама-то четыре ребёнка. Всё, всё. Дружбы конец. Да. Да. О. О, у тебя родилась девочка. Настоящая красавица. Но потом, когда она... На брак с ней тратится на две монеты меньше. Настоящую красавицу родила с помощью акушера. Ещё одну, правильно? Да. Ещё одну девочку. Ещё одну девочку. Одна так себе, вторая настоящая красавица. Ну, в смысле, девочка как девочка, другая красавица. А мои... Как там? Франсуа и Сара. Блин, а как моё, я не знаю, зовут даже. Ну, назови её как-нибудь. Конечно. Решили всё-таки стать бомеретами. Ну, подмазали там кого надо, короче. Две монеты мне это стоило два золотых. И с кем ты разругался? От меня ушёл друг, наш друг. Блин. Сложно. Сложно выбрать, с кем рассориться. Василий Казак покидает наш стан. Васёк, да. Не понял нашего оборонства. Ну, да, что он же русский. Какие бароны? Чё, чё? Вообще. Кулаки. Раскулачивать вас придём скоро. И две репутации у меня удастся. Раз, два. А что я что-то там помню, чтобы надо прокачивать свои вот эти вот... Это в четвёртом поколении, смотри. У тебя здесь есть, да, на карте... Ну, не читай моё... Не, я... Есть на карте то, что в красной рамочке обведено. Чтобы их активировать, одно из них, тебе нужно взять миссию в третьем поколении, когда вот здесь у нас будет маркер. Они уже не идут как миссии, они активируют эту. Ты подкладываешь её под эту карту в знак того, что у тебя активирован вот этот вот второй пункт. Да. Понятно. Просто я вспомнила, что помню, что в этом был какой-то... Какой-то плюс был в этом. Ну, да. Вау! Что-то какие-то друзья у меня не ахти. И, ну, тут лежат тоже какие-то такие. Ну, их нельзя никак сбросить. Я знаю. Ну, давай-давай. Да, я думаю. Наверное, возьму я. Пойду я, наверное, что сделать-то, а? Так жени своих этих наперёд. Я вот думаю. Миссию не забудь взять. Да, да, да. Или можешь куда-нибудь её на свадьбу потратить. Ну, миссию мне сейчас смысла нету. Смысл мне сейчас забирать миссию. Выполнить её. Зачем? Она же у тебя до конца игры. У тебя будет больше шансов её выполнить. Причём ты берёшь две, по-моему. Берёшь две и оставляешь одну. Да. На выбор там. По-любому там выбирать надо. Взять миссию, да. Две карты из холодной миссии. Выберите себе одну. Давай, я пойду. Раз у меня красный есть. Да, бери, выбирай. А я пока что спланирую брак с моей прелестной дочурой. Дочура, познакомься со своим будущим женихом. Он, конечно, внешностью неказист, Виктор, сын министра финансов. Да, действительно неказист. Пять монет придётся заплатить. Это того стоит. Зато он прилично даёт. Да. Плюс ещё два очка репутации, если у семьи есть титул. Ну и он даёт и две денежки. Да. Да, хорошая. Это выгодный брак. Ну да чур, ну, бывает. Ничего страшного. Теперь ребят осталось пристроить. Отлично. У меня такие почти непохожие прям. У тебя ещё фишка, у меня уже не отходи. Да. Сейчас. У меня ж надо больше было. Угу. О. Там есть пожертвование церкви. Это четыре друга, да? Да, даёт тебе четыре друга. Причём... Причём... Вот этих. Закрытых, да? Да, но бывают те, которые открытых дают. Ну да. Там закрытых. А это один типа, да? Одного друга. Ёшкин кот. Вот эта революционерка Сара должна была мне три вот отсюда дать. А я взял случайных. Красавчик. Ну, я надеюсь, зрители нас простят. Ну, ты бы так хорошо бы сделал, на самом деле. Потому что обновил бы вот эту всю. Ну, я взял, на самом деле, не лучший вариант. Важно. Ты уже сыграл. Внимательно надо читать на картах. Внимательно. Да, я что-то забыл этот момент. Я думаю, это не очень страшно. Нет, наверное, я заплачу все три монеты. Организую пир. Строишь пир на весь мир. Да. Ну, делай пир. Получу четыре очечка. Четыре очка. И один одного закрытого друга. О! Все. У нас происходит смена поколений. Значит, смотри. Уже? Да. Все. В первом поколении всего два раунда. Точно. Мы получаем, в первую очередь, доход. Доход я получаю две. Нет, три. Часал бы доход. Репутацию за вот этот параметр. Два. Раз, два. Убежал уже вперед. У меня тоже два. Раз, два. И за каждого рожденного ребенка. Ну, у тебя-то и у меня три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. И у нас наступает смена поколений. Мы берем по одной случайной фишке вот отсюда. А как ее случайно брать? Нет, мы в смысле в мешочек. Тут же мешочек был какой-то у нас. Нет. Да, мы в мешочек скидывали и брали наугад. Какая тебе выпадет, такая выпадет. Ну да, давай так как-нибудь. Я не смотрю. Серьезно. О. И мне теперь. Давай. Оранжевая. И переворачиваются наши карты. Ну, взрослеют дети. Оп. И браки. У кого запланированы, вступают в силу. Причем в той последовательности, в которой мы хотим. Ну, все. У меня, значит, происходит так. На два повышается доход. Раз, два. Два повышается это. Раз, два. И два очка. Если у семьи есть титул. У семьи есть титул. Еще два очка. Раз, два. Вот так. Все. И я первый игрок, между прочим. Да. Ходи. А, и поколения сменились. У нас сменяются еще эти. Открываются новые. Мэр города. Покровитель Парижу. Маркиз. У меня банкет. Да карабас. Балет. Маркиз. И дворянский портрет. Прям. Да карабас. Тишки. Банкет. Балет. Портрет. Так. Оранжевое. Это организовать предприятие. Да. Доход повысить. Доход, кстати, можно было бы повысить. На самом деле. Два друга и репутация. Чтобы повысить доход. Что дорого, блин. Мы будем замуж. О, женить. Женить сыновей надо. Сыновьев. О, отлично. Я нашел тебе пару, сынок. Ты женишься. Сын мой. Сегодня ты женишься. Вот этого сына. Женю на Антонине. Дочери помещика. Две монеты. Это мне стоило платить расходы. Беспреданного она, к сожалению, сына. Но ничего страшного. Я все платил. Антонина приносит мне три карты друзей. Открытых. И одну монету за каждого другого ученого в семье. Сара у нас ученый. То есть я получаю одну деньгу. Ну и ты всех забираешь. И забираю всех отсюда, да. Радуйся. Куда? Да. Не оттуда взял. Ой, боже мой. Джован. Фресковый живописец. Хавьер. Сын губернатора. Констан. Родственник короля. Не может иметь детей. Зато хорошо приносит этих. Канц Генрих. Констан, конечно, родственник короля. Он ужасен. Но он, кстати, есть вот. На коробке мне даже. Первый игрок я, да? Все, я... Кстати, сейчас рожаем. Рожаем девочку. Девочку родили. Обычную девочку. Входи. Так. Так. Что такое? Не, не, не. Дочь моя. Наша настоящая красавица, которая на две монеты как раз тратится меньше. Угу. Вот такой у тебя есть. Есть стахи. Не стахи. Сын Маганата. Больше похож на монаха, но не важно. Он турок. Ну да. Короче, три монеты в итоге. Угу. Я трачу. Два дохода. Да, два дохода. Я открываю для него карты детей. Каждый раз? Каждый раз открываю две карты. Оставляю для него с них. А, выбираешь. Да. Ну давай. Ну. Мальчик или девочка? На ваш вкус. Пусть будет. Прикольно. Так. Это... Давай поднись. Блин, я так и не решил, что делать. Слушай, а эти у меня не рожали. Что это? Блин, они у меня не родили. Я забыл. Ну. Они же должны были родить. Рожай. О! Вот. Вообще это мое было. Да. Давай по-честному. Ладно. Вот так. Все. У них должна была родиться девочка? Ну, это не принципиально. Блин, родился Дон Жуан, короче, у вашего турки этого. Возьмите одну карту женского пола. Когда он повзрослеет, ты возьмешь отсюда женскую... Да. Подругу, короче. Понесет тебе. Ваш семью. Да. Клоту на стороне там найдешь. Угу. Дон Жуан. Ну да. Так. 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 Вот так вот забыл я, к сожалению, о деторождении. Блин. Я так и не решил, что мне делать. Все очень сложно в этой игре. На самом деле, да. Такая думательная. Угу. И на запись, конечно, всех планов не реализуешь. Так. Эту пока оставим. Я вот так вот играю. Короче, вот эту вот, типа, потом сыграть. Ну, обязательно сыграть. Вот эту тоже. Потом. Да. Но нужно условия еще какое-то выполнить. Все вот так вот цепляется. Вот этот вот никчемный. Вот этого можно отправить в качестве оплаты. Утиль. Утиль, да. Вот эта вот прикольная баба, но не по мне. Не для моей семьи не подходит. Вот этот неплохой тип. Давай, запланирую я брак, наверное. С этим товарищем. А деньги есть? Да. Да. Свадебные расходы сразу оплачиваешь. А, стучует. Блин. Две монеты ты скинул. Мне же надо паренька моего выдать. Блин, тут тоже за деньги. Беспреданницы. Угу. Ладно. Планирую все-таки этот брак. С Жаном Полем. Дочь, выйдешь замуж за физика. Хорошо. Слышно, папочка. Походил. Ну, кстати, нет еще такого. Да нормальный. Уж получше, чем он. Виктор. Виктор. О, помнишь, у меня был такой прям самый тут колоритный персонаж. Толстячок такой? Да, это был... Ну, кстати, он очень такой прибыльный. Чувачок русский. И плодовитый он у тебя получился. Да, он русский. Михаил, по-моему. Что-то такое, да. Да. Мишаник. Михаил. Мишанька. Мишка. Так. Блин. У меня опять деньги. У меня тоже деньги нужны. Да ты хотя бы вон брак из... У меня вообще... Посмотри, у себя и у меня. Ну, давай, ходи. Хоть в этой игре ты выиграешь. Так, подожди, ты еще. Да. Блин. Вообще. Ужас какой-то. Пойду занимать у друзей, наверное. Две монеты. Хоть как-то, я не знаю. Так, ты на девятке стояла, да? Ой, блин. Что делать? Что же делать? Так, ну давай. Вот так вот, короче. Организуем предприятие. Сбросим шпиона Мануэля. Нам не нужно. И еще одного. Да. И Надин, хозяйку модного ателье. Идите. Шпионьте там. И организуем предприятие. Сбрасываешь один. Репутацию. Не теряю, да. Но предприятие одно организую. Так. И на один доход повышается. Ходи. А я все. Зеленую не будешь тратить. Хорошо. Все, значит. Возвращаем фишки. У нас доход. Доход. У меня тоже... А откуда у тебя так много дохода? Вот у меня. А, у тебя стартовый был на один. Не будешь. Хорошо. Пять дохода и все. Начинаешь ты первая теперь. Ну что. Вступаем в брак. Господи, за прекрасного такого мужчинку. Тома. Любвеобильный младший сын. Ну, по-моему, какой-то нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, пять. Там два, одну получил. Два. Поднимай себе на два. Получите красную или один престиж, если в семье есть художник. Один я получаю. Художник есть? Вот художник. Нет. А, да. Художник. Да, 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 да. Плюс одну сразу. Получай. И сразу дети. Давай. Хотя какие-то могут быть дети, конечно. Вот такие дети. Я иду за титулом. Опять сдаю. Один беру. Вот этих двух дружбанов сбрасываю. И беру титул маркиза. Титул маркиза повышает престиж на два. Раз-два. Доход на один. И случайную карту друга. О, господи. Что, все так плачевно? Да. Мы женим тебя на Рвена, последница разорившегося рода. Ну, прости, мальчик. Так получилось. Доход возьми одну монету. Приданная. Приданная одна монетка. Одну. Друга. Это ты. Друг. Не трогай, не трогай. Я думаю, кого взять лучше. Вот это. Михаэль. Михаэля возьмем. Так. А, подожди, дети. О. Красавец. Да, тебе везет с детьми, а? Плюс два, когда вступает в брак. Две монеты? Да. Ну, плюс два. Тут это было на минус два. На это, короче, больше дает придано. Круто. Чего бы меня замутить? Судной монеты, блин, деньги нужны. Не хватает денег. У меня там есть доход, но денег мало. Раз, три, так, четыре. Это даст еще шесть. Шесть. Плюс три, девять, десять. Деньги у друзей. То есть, мне надо три монеты. Мне надо три монеты. Это можно сделать, только потеряв репутацию. Тогда я верну себе еще два очка репутации сверху. То есть, один буду в наваре, будет куча денег. Да, давай. Занимаю у друзей с потерей репутации. Беру три монеты. Погнали. Наших городских. Ну? Я думаю. Блин. Твой ход. Да, я думаю. Пойдем мы, наверное. А, нет. Вот так. Нельзя. Что? А, сюда же только если, да. Это я вот так вот. Угу. Тебе надо было эти фишки выставлять сюда, чтобы этими идти туда. Блин. Поменяю, ладно, я разрешаю. Много, конечно, тебе разрешаю. Потому что, что ты делаешь. Карту друга и две монеты. Блин. Блин. А? Что? Блин. Нет. 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 Все будет по-честному. Ой. Три монеты. Сейчас. Тогда нет, тогда я все-таки поменяю вот так вот. Вот так вот. Вот так и делаю. Так. Четыре монеты. Организует. Утома. Банкет. Утома и томары. Да. Короче, беру две карты, дай мне карты две друга. Случайные друзей и три ПО. Раз, два, три. Есть. Все. Раунд закончился или ты будешь фишку тратить эту зеленую? Нет. Не буду. Хорошо. Мне как раз еще и есть. Давай, возвращаем фишки. Так, это сбрасывается. Красное сбрасывается. У нас доход. Получаем доход. Так, я получаю шесть. Монет. Пять монет. Все, получили? Угу. Первый игрок я. Угу. И первым делом я женю сынулю. Жених, конечно. Сын. Поздравляю. Прекрасная главная дебютантка сезона. Не знаю, наверное, какая-то актриса, да? Софи. Угу. С приданым в три монеты. И все ради чего. Ну, карту друга я потом выберу. Это ладно. Два ПО, если у вас не меньше двенадцати монет. У меня тут как раз вот десять, тринадцать. Да офигеть, сколько у тебя денег. Два. Раз, два. Да. Все спланировано. И так, друга давай выберем. Не может иметь детей. Они нам не нужны. Так. На то, чтобы занять у друзей, не тратится действие, если в семье есть еще один... Этот... Ремесленник. Ремесленник. У тебя нет кузнечка. У меня нет ремесленника, да. Получите, в семье есть еще один испанец. Испанцы. Были у нас в Крае испанцы? Нет. У нас только итальянцы. О, у семьи есть поместье. Да, Джованни, давай к нам, дружище. Ну, ты, конечно, неказист. Неказист. О, я смотрю, у тебя там многие неказисты, ничего страшного. Дочки для тебя нет, конечно, но... Что-нибудь придумаем, мы что-нибудь придумаем. Давай, и рожаем. Оп! Девочка, вот как раз, как раз можно спланировать брак уже с этим товарищем. С Джованни. Товарищ Джованни. Вот такой вот красавец. Красавец-мужчина. Да, это видно же, что... Он же что там на... Фресковый живописец. Ну, понятно, он пьет сто процентов. Пьет, конечно, конечно. Конечно, итальянский живописец, конечно, пьет. Не может быть вопросов даже. Ой. Ходи. Да, сейчас. И сколько мне денег, правда? Да вообще, тебе хотели что делать? У меня пять монет, не знаешь вообще, куда рыпнуться. Все благодаря... Благодаря министру финансов. Вернее, его сыну. Ну, да, правильно. Удачненько. У меня богатый род. У меня еще есть и тут одно прибыльное предприятие. Давайте, наверное, мы будем рожать. Как звучит? Возможно, возможно, нет. Возможно, возможно, нет. Скоро пойдут осложнения, кстати, их не было еще ни разу. Кстати, да. Так, тихо-тихо, Кусь. Давай не будем. Я, значит, иду вот сюда. Ой, господи. Что ж так страшно-то? Трачу три монеты. Мэр города. Да, избрасываю. Кто же у нас новый мэр? Вот такого гадкого друга, мне он не понравится. Ай, я же ее хозяин ломбарда. Мэр города будет у нас Евстахий. Поздравляю, Евстахий, турок, мэр города. Евстахий. Два друга мне дай закрытых. Да. Я иду к Акушеру. К Акушеру я иду. Как Акушеру? Как Акушеру? Как Акушеру. Две монеты трачу. Блин, сейчас, конечно, опасно, можно нарваться. Блин, блин, блин. Так, еще друга надо сбросить. Сбросить друга. Так, художники есть у нас в семье? Художников нет. Поэтому Ленка, коллекционер искусства, нас покидает. Мы слишком не художественные. Ну, давай, погнали. Рожает вот эта пара, кстати, Софи. Хотя... Реши. Да, Софи решает, рожает. Раз. Блин, я так и знал. Осложнение. Я еще и к Акушеру пошел. Мог бы так. Еще и денег заплатил. Ну, ты же две карты тянешь. Ты две карты же тянешь. Нет, оно останавливается сразу, когда ты... А, да, вытаскиваешь. Ты вытаскиваешь. На самом деле, что? На самом деле, Софи, к сожалению, умрет. Ты потом его женишь еще на ком-нибудь? А, он же не может жениться потом, да? Может. А, может. Если он родственник, но я уже не успею, блин. Это ж уже пойдет смена поколений. Печально. Все равно мне нужен ребенок в следующем поколении, поэтому, к сожалению, Софину. Извини. А он останется вдовцом навсегда. Такая печальная история. Представляешь? Женился на красивой актрисе. Но судьба распорядилась иначе. Она умерла при родах. Оставь ему девочку. В этом поколении мне не может быть больше осложнений. Я вот так карту оставляю. Девочку. И это мы игнорируем, потому что уже было. Слушай, вот повезло, да? Жесткое осложнение. И зато родила главную сплетницу. Отлично. Главную сплетницу. Возьмите два друга, когда она повзрослеет. Вот так. Папаша. Как раз дебютантки-то сплетница. Самое оно. Сплетница, которая добила ее при родах, да? Шикарная история, конечно. Прям в духе Игры Престолов даже. Я бы сказал. Ну, бывает всякое, да? Да, бывает. Ничего не поделаешь. Блин, ну... Надо было не как у Шеру, конечно, вот здесь поделать. Ну, кто же знал? Кто же знал? Твой ход? Да. Я бы советовал тебе делать детей. Всеми силами. Да вот же ж, я тоже думаю. Мне денег все равно мало очень. Давай. Завести ребенка. Он может брать. То есть, я сейчас, когда беру одного, то я беру две карты. То есть, я сейчас тогда что делаю? Ну, там если будет осложнение, то будет осложнение. Но я сейчас две беру сразу. Ты можешь. И могу выбрать. Ты можешь. Открывайте для него. Нет. Открывая для него. Каждый раз карту ребенка. А, ты открываешь две карты сразу. Выбираю. Да. Поздравляю. О, да. Но оно остается у тебя. Ну да. Оно случилось. К сожалению. Ну, это у нас... Но ты теряешь мать. Почему? Теряешь. Я же скажу, я выбираю две карты. Нет, Настенька, родная моя, послушай внимательно. Осложнение. У тебя случилось. Открываешь две карты, оставляя одну и сбрасывая другую. Но осложнение все равно пришло. Я сбрасываю ее. Я беру две карты и оставляю одну. Осложнение я игнорирую в данном плане. Да? Ну да. Ну не знаю. Каждый раз открываете две и оставляете одну, сбрасывая... А, ну хорошо, ладно. То есть осложнение тебя спас, вот этот турок от осложнений. Хорошо, я понял. Блин. Повезло. Ну, мальчик остался. Да, это хорошо. Ходи. У меня нет фишек. А, у меня одна эта осталась. Мне придется использовать. Трать, по-любому трать. Блин, а мне денег нет. Рожай. Рожай. Тут думать даже не надо, надо рожать. У тебя будет чем больше детей в последнем раунде, в последнем поколении, тем лучше. Ладно, да. Блин. Ну ладно. Она же. Советую им же. Ну да, точно. Беру две карты. Мальчик или девочка. У тебя там, смотри, три пацана. Я бы тебе советовал. Ну да, на друзей посмотри. Что там у тебя по друзьям. Ну, блин. Тут как бы девочку-то еще одну лучше поделать. Это что-то мальчики смешные. Все. У нас закончилось поколение. Сначала мы получаем доход. Доход так 6. Теперь получаем за репутацию. У меня 6. У меня 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, 20. Случайный. А, за детей. За детей. У меня 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. У меня 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Фишки возвращаем. Берем одну случайную. Так, первый игрок ты. Блин. Блин. Красная, блин. Тут нужна мне, блин. Так. И взрослеем. Взрослеем. Так, у меня случилось следующее. Главная сплетница. Приносит мне двух друзей. Случайных. А, я, кстати, беру открытый женский пол один. Но у меня нету. Значит, не берешь. Блин. Плохо. Да. Дон Жуан. Дон Жуан не сработал, к сожалению. Да. А это плюс 2. Барши не было. Плюс 2 монеты. Так, и у меня тут свадебка. Свадебка произошла. Жан-Поль сочетается браком с моей Жан-Полихой. Жан-Полиной. Жан-Полиной. О, да. Растет у меня, значит, этот самый, репутация. Этот самый, репутация? И один за каждого ученого другого в семье. Это раз, два. Два ПО. Раз, два. Есть. И рожаем. Оп. Нежданные близнецы. Тут же откройте еще одну карту. Ограничения на детей не действуют. Клево. Оп. Два мальчика. Поздравляю. Удачненько. Прям клево. Сложились наши отношения. Так, хорошо. И ты начинаешь ходить. Так, а я женю своего красавчика на Патрисии. За Патрисию нужно отдать две монеты. Но он дает мне две монеты. Так что я ничего не трачу. И не получаю, к сожалению. Это дает мне карту открытого друга и репутацию. Плюс она дает монету за каждого другого в семье художника. У меня здесь есть Ревена, так что я беру одну монету. И беру одного друга. Блин. Конечно, монета. Наверное, возьмем вот этого. Ганса. Пивовара. Пивовара. Зеленое-то по месте, да? Вот стой. Ну ладно. Ну что, дочерям пора замуж. Главную сплетницу мы, наверное, выдадим замуж сегодня. Давай-ка. А, подожди, они же... Да, рожают. Детей. О, мальчик. С пальчиком. Точно, забыла. Давай. Все. Вот так вот. Женем на Джованни. Нашу главную сплетницу. Три монеты мне это стоит. Повышаем доход и репутацию на один. И два ПО, если у семьи есть поместье. У семьи есть. О, у нас нет поместья! Я забыл, что у нас нет поместья. Черт, назад. У нас нет поместья. Так же все распланировано. Все, я срочно покупаю поместье. Три монеты мне это стоит. И друга, друга надо сбросить. Сейчас, сейчас, сейчас. Мустафа пойдет. Из наших друзей. Мустафа Сандал. Поместье. Кстати, а мы забыли. А вот это обновить. Кстати, я оп. Да, и репутацию я не повышаю. А, здесь одна всего карточка, да? Нет, нет. Одна. Одна? Нет, она не одна. Ну, сейчас найдем. Здесь одна была. Они вот сюда замешают случайно. А, нет. Вступает в брак у меня. Дон Джуан. С Нэнси. Донгу тебе. Да, донгу. Минус одна репутация. К сожалению, дочь моряка и минус одна репутация. Забираешь двух вот этих товарищей. Открываем новых. Роберт. Первый проходит. Иоганн, композитор немецкий. Иоганн, Селастьян. Бах. Он немецкий был? Да. Эрих Актер. А, он с автрией был вообще. Паскаль. Шанталь. Дочь мясника. Посмотри, какая симпатяшка. О, да. Да-да-да-да-да. Я помню. Я помню ее. Да-да-да-да-да. Это прям какой-то Ассасин Скрит. Англичане. Ну, ты походила? Сейчас. А, ну да, я же поженила. А, и кстати... Две карты ты взяла, и откройте два ребенка вместо одного. О, нежданные близнецы. Еще. Ничего себе. Вот это... Пипец. Вот это Нэнси резко родила, называется. Дочь моряка. Вот это родила. Так родила. Блин, придется чуть подвинуться. Охренеть. Такого еще не было. Да, ты повыше, а то там не видно. Зрителям будет. Так, я могу ходить. Да. Мне ж сплетницу-то мою надо замуж выдавать. За Джованни. А то он уже обрадовался, обрадовалась вчера. На свадьбу перенесли. Так, три монеты мне это стоит. Есть такое дело. Повышаем доход и репутацию. И у семьи есть поместье. У семьи есть поместье. Мы получаем два очка. Раз, два. Вот так. И рожаем. Оп. Мальчик. Поздравляем. У вас мальчик. У меня женится вот этот мальчик мой. Мальчик мой женится. Мальчик мой. Может быть, на примере. Давай, давай, давай. Дочь мясникает. Да нахрен она не шпионит. Что ты так, ну? Ну, она, две карты открыты. И этот у меня есть, конечно, хрен один. Не хочу ее убрать. Ну, хорошо. А вот паскаль мне может пригодиться. Паскалек. И рожаем же. А, еще я получаю вот такую, потому что у меня есть нынси. Ух ты. Мальчик. Неплохо. Все? Да. А я выхожу в свет за две монеты. Очень хорошо выхожу в свет. Очень неудачно. Потому что забираю всех. Почему всех? Две монеты, три карты. А, и всех. И так как я беру три, остается один, и нам тоже забираю. Давай открывай. Оп. Фехми. Турчанка. Кстати, это не турок. Это не турчанка, видишь? Это поляк. А, это поляк. И встань. Так, а это турок. Да. Плюс у них тоже красно-белый флаг. Роже. Судовладелец. Роже. Вероника, дочь буржуа. Николя. Мелкий торговец. И Арман, ростовщик. Арман. Такой, с таким шнобелем. Угу. Прикольно. Ты походил, да? Я, да. Я же в свет вышел. Не терялся думать, что мне делать с этими всеми людьми. Так. У меня тут, собственно говоря, дочка и сынок непристроенные. Печаль. Печаль. Желтую фишечку. А, ты больше ничего не можешь делать. Я, да. Да. Так, а я тогда, раз у меня еще есть монетки. Метки. 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 Да. Короче, я трачу семь монет. И вот сюда. Взбрасываю три друга. И беру советника короля. А советники короля у меня будут... Ну, давайте вот вы. Это мне пять. Ничего себе. Тринадцать. И две... Два закрытых друга. Можно? Да. Чу-ку-ку-ку. О, блин. Поменяй. Это типа придумать самому. Спасибо. А зачем ты посмотрел? Я не понял, кто там. Это чисто по инерции. Я не понял, кто там. Серьезно. Так, подожди. Да это не имеет особой роли. Я ничего против этого не сделаю. Подожди. А, все, да. Я сделала. И у меня есть рожать детей. У меня одна монета. Блин. А, я могу просто сюда встать. Двести детей. Нет, наверное, пока подожду. Все? Угу. Доход получаем. Доход восемь. Шесть. Первый я. Все, уходи сюда. Фух. Сложно. Ну, давай. Сына женим. Сына с поместьем-то надо женить. Что-то он засиделся. Одну монету получаю. Подожди, а ты продвинулся? Да. Вот здесь мы. Но мы же только что в первый прошли. Все правильно. Монеты я получаю на этом этапе. Теперь вот здесь играем. А, все. Вот, а то я просто вижу. Ты меня сбила. Ну, одну монету я получил. Две карты открытые. Голубую фишку. Голубую фишку беру сразу. И две открытые карты. Вот это. Ах, ты ж, блин. У меня-то парней нету уже. Не при деле. Ну, вот у тебя. Ну, а я уже эффект этот не получил. А, мужиков. А, и мужиков. А вот, у тебя мужик нужен для девочки. Ладно, давай вот это возьмем. Хороший, кстати, да, чувак. Там у меня все пацаны, да, на будущее. Ну, давай, ладно. Возьмем Вероничку. Дочь буржуа. Веронику. Так. И-и-и-и. Рожаем. Пам! Мальчик. Еще один. Короче, у меня все пацаны. В четвертом поколении. Ну, да. Ходи. Сейчас. Я фишку потратил. А, ну да. Вон, что ты поставил. Да, ходи. Сейчас. Что мы в миссии, без миссии играем? Ты взяла и так и не выполнила, да? Да вот тяжело. У тебя хотя бы деньги были, а мне вообще тяжело. Крайне тяжело, если честно. Ладно. Давай, дочь. Будем выходить. Выходить за Александра. Многообещающий ученый из России. Да ты че? Да. Вот у нас. Повышает. О, кстати, они не рожали. Подожди, давай с этими закончим. Сейчас. У меня нет, это не действие. У меня нет русских больше. Двух русских нет. Нет, у меня русских больше нет. Давай этими рожай. Этими сначала. Ну, давай этими, да. Эти девочку родили, а этот... Ну, я надеюсь, там не сильно будут ругаться в комментариях, потому что мы забывали иногда рожать. Правда, тут, кстати, уже просто путаешься. Ну, это просто невнимательность, на самом деле, конечно. Ну, и не то, чтобы какая-то там... Да. И у меня, наконец-то, выполняется научный конгресс у меня, короче, был. Семи, не менее... Подожди. А, это... Это в конце игры. Почему? Когда ты выполняешь. А, организуйте, да, требования. Когда ты выполняешь. То есть у меня вот она, раз и два, это вот как раз этих ученых. Мне нужно заплатить одну монету. Организуйте научный конгресс во Французской Академии Наук. Заплатите одну монету в банк. Награда. Плюс три репутации. Возьмите десять случайных друзей, оставьте себе всех ученых. Давай. Так, это... Миссия выполняет. Десять тебе, да? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На. Пока выбирай. А я сыграю свадьбу. Хорошо, ты не против? Нет. С роже. С удовладельцем. Тебе нет, знаешь что? Так, пойдет сюда. Шесть монет мне это стоит. Так, это я. Так, раз, два. Раз, два. Откроем. Оп, девочка. Поздравляю. И каждый раз, получая карту друга, можете вместо этого брать случайную. Все это все сброс. Она грибла себе ученых, блин. Куда их теперь девать, блин, не знаю. Можешь ходить уже, кстати. Я тоже не знаю, что я тебе тут с этим делать. Ну, а за этих, в смысле, это что? Ты просто можешь получить денежку? Ты, во-первых, за них получишь победные очки за каждого. Ну, да. Денежку. И деньги можно получить. Ну, и плюс еще задания, если у тебя связаны с детьми вот этими. То есть, у меня есть на самом деле такое. То есть, за запланированные браки, бывает такое задание у покровителей. За запланированные браки в четвертом поколении. Прокачать? Ну, не всегда. Ну, вот. Давай, наверное, мы. Денежки просто нужны, неважно. Плюс три. Так, а я тут подумал, что пора брать титул герцога. Четыре монеты у меня есть. Три карты друзей. Надо сбросить. Пойдет, наверное, композитор. Эрих. И Роберт. Пойдут. Пойдут. В качестве оплаты герцогского титула. Наверное, что-то я там нашептал королю про них. Так. И получаю я случайную карту друга. И четыре репутации. А герцоги у нас становятся, кстати, вот Джованни, фресковый живописец и главная сплетница, конечно же. Герцоги. Угу. Четыре репутации. Раз, два, три, четыре. У нас кто-то будет рожать, наверное. Наверное. Много рожать. Давай. С акушером. Иди отсюда. О, такой прекрасный. Лорен-ювелир. Тебе везет. Ну и сколько детворы уже. Кто-то вот разделяет наших. Да. Наше поместье, блин. Наш. Наше древо. Семейное древо. Пипец, мы детей уже. Ты меня просто в хлам опять обыгрываешь. Да какой? Тут просто детей много. В хлам не обыгрываешь. Ходи. А, все. У меня все. Я все. Закончил. Доход. У меня десять. Господи, охренеть. Шесть монеточек. У тебя десять. Да что с ними делать, только непонятно уже. Десять. Так я хожу первая. И все. Так. Ну, ходи. Давай ты будешь общественную кладь. Репутацию. И три закрытых друга дай мне. Три друга? Закрытых друга. Только не смотри. Да, я не смотрю. Смотрите, какая разница уже. Двенадцатый. Есть? Да. Блин. Что? Ну ладно. Возьму титул. Четыре монеты. Сколько там? Два друга, да? Уже не важно, каких друзей выкидывать на самом деле. Пэрами Франции становятся... Да давайте вы же. А, нет, вы же уже герцоги. Давайте Роже, судовладелец, станет пэром Франции. Два закрытых друга. Три репутации. Раз, два, три. Ты говоришь, разбила тебя в хлам. Ну, это же один раз нам принесет всего лишь. Все равно. Давай, ходи. Так. 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 Тихо ты. Всех позбивала. Полин, редактор газеты. Мигель. Астролог. Патрик, главный конюх. Такой вот. О, помню. Натали, дочь пирата. Натали у меня была, помню, которая погибла. Секси. К сожалению. Секси Натали. Да, это вон, смотри. Ариана, ну это куртизанка вообще. Куртизанка, да. На то, чтобы вступить в брак, запланировать брак, с ней не тратится действие. То есть она автоматом выходит замуж. Угу. Такая красотка. Ходи. А, у меня одна фишка. Я куплю поместье. Почему бы и нет, черт побери. Три монетки друга. Молодая вдова Ольга покидает наш круг. Ну, герцог должен быть с поместьем, я считаю. Два, раз, два. Все? Да. Ну, еще два. Все? Доход. Доход 10. Сколько нам? 6 монеточек. Первый игрок у меня. И первым делом мы делаем общественный вклад за 12 монет. 13, 15 отдаю. Три назад получаю. И мы, короче, да, парк отдыха делаем. Еще три дохода, кстати, теряю. Раз, два, три. Но он мне уже не нужен абсолютно, потому что мы не будем получать больше доходов. Это последний раунд у нас, кстати. Ну, да. Парк отдыха приносит 9 победных очков. Пусть он будет у этой же нашей славной пары герцогов с поместьем. Будет еще и парк отдыха. Вот так вот я люблю. 21 плюс 9, 30. 30 есть. Ходи. Да ты вынес меня. Да, подожди. Еще не вынес я ничего. Я прокачиваю просто. Прокачиваю. Потому что у меня надо. Титулов больше нет. А как это у нас три титула ушло в этом раунде? Ты два титула себе брала? Я один. А, я два титула взяла. А, я один взяла. А, ну все. Один. Что там арка любви еще какая-то? Давайте еще арку любви замутим. А, занята моей же фишкой. Блин. Ты, я смотрю, разошелся. Ну, тогда поместье еще одно возьму. Почему бы и нет, черт побери. Три монеты. Шанталь, дочь мясника, покидает нас. И у пера в Франции, конечно, тоже должно быть поместье. Еще два. Раз-два, 23 у меня. Вот так. Жесть. Как она и есть. Ходи. Сейчас я подумаю. Это же у нас последний раунд. Блин, арку любви я не успел. Ну ладно. Тем бы я это успел. Я пока посмотрю, что там не ошибиться на нас подсчетом последнего раунда. Финальных очков. Ну что такое? Последний ход не можешь сделать. Давай помогу. Я немножечко не дочитала правильно. И в итоге я... Так сделай хоть что-нибудь. Так, по крестижу получаем очки. У меня 23. 30 плюс 23, 53. 53, да? Да, 53. Ну, твое. У меня 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Дети. Раз, два, три, четыре, пять, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кстати, я здесь на нолик наступал, а он вот пятьдесят. У тебя я пропустил этот ноль, то есть у меня вот так. Дальше. Покровитель. Смотри, у меня Бенджамин Франклин, у меня не активировался свою красную рамку, и два очка за каждый уникальный тип национальности, но не французов в третьем поколении. У меня всего лишь здесь вот Роже, о, нет, Джованни у меня, и все. И все, то есть два очка еще. Раз, два. Вот и выиграл. У меня, короче, кардинал де Флёри. Де Флёри, политик. Девять, если у вас в руке не менее восьми карт друзей. Етишкин кот. Ну ты видишь, что их больше. Ты выиграла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На одно. И еще плюс два за каждый, если в четвертом браке. За планированный брак с женщиной, приносящей не менее двух карт. Вот, одна она, ну два очка. А ты активировала ее? Да, вот она лежит у меня, вот она. То есть еще два очка? Да. Ты вообще, ты, ты, ты как, как так? Как так? Я не буду больше играть, чтобы это как так получается. Ну я на чуть-чуть, я думала я проиграла, мне неудачно все шло. Нет, вы видели? Вы видели? Как, как, как она это сделала? Я вырвался так вперед и думал, все, это просто, это, это немыслимо. Ну что? Не знаю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Ставьте, ставьте, ставьте. Всем пока. Эпично.